Держитесь, коллег! Сели на дно. Ну чё, есть винт? Чё, приезжали с берег? Нам дали номер МЧС. Подстраховаться на случай, если насядет аккумулятор. Горда лица загрозила. Нужно буксир не справиться с вами. Глуши! Глушить? Всем доброе утро. Из Кошкинского фарватера. Сегодня шикарное утро. Сейчас почти восемь часов. Белла сидит рыбачей. Просто пока ничего не поймала, но ничего. Пусть словит. Все, 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 не мешаю. Сегодня первое теплое утро за все время нашего путешествия. Очень хорошо, очень тепло, очень солнечно. Но ветер вообще есть. Ветер идет с Ладоги. Поэтому сейчас будем решать идти через Ладогу или через обводной канал. Потому что и ГИМС, и диспетчер Шлиссельбурге настоятельно рекомендуют идти через канал и категорически запрещают идти через Ладогу. Говорят, что там волны в ближайшие дни до полутора метра. И нас не могут выпустить при таком волне. Ну, мы вот вчера идя через кошкинский фарватер, конечно, не ощутили, что в Ладоге такие голубые. Но опять-таки смотря в какой части Ладоги. Вот где пошла и аптечка. Драгина тут лежит. Что? Драгина лежит. Ты положила, я положила. Бинт, мой любимый, бинт, стиль. Я-то вчера повредил руку. Вроде рано. Не везде такие сильные, но одна прямо сильная. Покаж. Почер. Ой, 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 ой. Так, есть такой тело, так сказать, я бинтик. Кошка, пошли. Кс-кс. Козел. Один, два, три. Один, два, три. Погодка сегодня шепчет. Сейчас будем собираться и уходить. Долго думали, взвешивали. Вроде погода шикарная, но решили не рисковать. Идти через обводной канал Новоладовский. Сейчас написали еще ребята с яхты Иремель. Помните, несколько серий назад они чуть раньше ушли из Константина. Так вот, они шли по Ладоге при том же волнении на своей здоровой 18-метровой алюминиевой яхте. Говорят, очень натерпелись, очень было некомфортно и очень не рекомендуют, прям категорически не рекомендуют нам идти при таком волнении по Ладоге. Витя выравнивает румпель. Смотри, отойдет солнечных панелей, пожалуйста. Не хочу отидеть. Не трогай их руками, пожалуйста. почему три? Один, два, два. Два. Один, Все, ребята, собираемся, уходим из Кушинского фарватера, пойдем не по Ладоге, а по Новоладожскому каналу. С таким размером волны нас не упускают на Ладогу, но и, в принципе, рисковать мы тоже не готовы. Я иду сдавать карточку, пропуск на пирс и отчаливаем. Итак, заводим мотор. Все уже собрались в кокпике. Ну что, пошли ашвартовываться? Пойдем. Пойдем. мы ушли из Кошкина обратно в сторону Шлиссельбурга вон там Кошкина ухалась. Витя собирает кранцы, я на управлении. не могу помахать. Руки заняты. А Витя может махнуть в камеру. дует весьма освежающий ветер. Наверное, не слышно будет. Да, Витя обернулся сказать, что меня скорее всего будет не слышно. Мы возвращаемся в сторону крепости Орешек. Вон там вдалеке видны ее пашинки. Опять идем по узкому фарватеру. между мелью и мелью. Но наученные вчерашним горьким опытом стараемся идти аккуратнее. Уточнили глубину у диспетчера Шлиссельбурга. Сказали, что сегодня фактическая глубина Новоладожского канала 1,63. Нас осадка 1,2 это устроила. Конечно, не 7 футов подкилем. Все равно сейчас не будет. Витя сказал, что, конечно, не 7 футов подкилем, но все-таки. если честно, я вчера думала, что кошкинский фарватер используется исключительно маломерными судами. Но нет. Видите баржа? Это уже не первая баржа за сегодня, которая здесь проходит. Достаточно популярный маршрут, тут я поняла. Сейчас нам позвонили. Здесь сейчас диспетчишка шлисерфурка. Предупредили, что сзади нас Волгадон идет. Повторите, пожалуйста. Яхта перед вами спускается на сзади у них Йо-Майо. Лаври надо с ними связаться. Они дешевле на третьем канале. А вы связаны за нашу дуарную поселок? Я просто слизула еще связалась, попросила, чтобы они на третьем дежуре пока не сутятся. А как нам ее обгонять-то можно или за ней следовать? Яхта, Йо-Майо. Яхта, Йо-Майо, на связи. Передо мной идете, да? Да, видим вас покормят. Понятно, а если что-то гонил, обгоню вас. Хорошо, мы держимся с краешком. Хорошо, спасибо. Всего в суде, говорили, что мы с яхтами. Да, слышу. Это переговоры были с этим с Уфагрузом. Волгодон. Волгодон. Продолжение следует... 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 я не знаю может добить до деревьев это стадо тащишь сери на дно а если за знак зацепиться длинная веревка ведь мы пытаемся пришвартоваться к знаку камни не держат а 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 итак наши дорогие подписчики по-моему вы нашу кокпит в разобранном виде видите чаще чем наш кокпит в субовом виде за это путешествие но мы ничего не можем с этим сделать а тем мы делаем все что можем но видимо этого недостаточно ведь я полагает что там могло масло из трансмиссии до вытечь но проблема в том что мы пока не можем найти как его туда залить вот вот нет здесь заливного отверстия просто нету блин был дай фонарик как эту хрень разбирать блин как в нее масло добавить а теперь что убивной штуцер это что такое это хрень куда масло должно убиваться ты нащупал а а как туда подлить подлить у нас есть нет не до погода главное дело что мы этого может быть уже поздно с коробкой может быть это может не работать это вообще все это вообще все конец нашему путешествию конец нашему путешествию да что такое а че это на ней такое масло ну вот так оно жалко скорее всего гнусь убери нож в раковину положи сейчас будет качать притормажем это типа как нам локсмана привозил сейчас будет волна да солнце садится на восемнадцатом километре новоладожского канала уже звонили диспетчеры шлиссельбурга нам дали номер мчс предложили попросить кого-нибудь знакомых нас отсюда вытащить птицы поют хорошо что хоть погода солнечная было бы хуже если бы поливал дождь знак треугольник так и держит нашу лодку нашему большому счастью чувствуем что придет нам здесь ночевать ой постепенно флаг андерсел сползает вниз ну запасы еды у нас есть воды конечно меньше но тоже есть вот с электричеством без двигателя будет напряжно завелись рычаг начал ходить с трудом может масло да помогло ну я думаю да у нас нету нас сальника на зиг нету поэтому вас он будет постоянно течь этого винта нужно будет каждое утро деливать туда масло вот эти вот этим вот это вот так давай наводить порядок окей итак видео пошел швартовываться холодную воду сидеть олег пожалуйста он по 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 видео что делать вперед 0 Вперёд дала, Вить Вить, что делать? Почему она плывёт под течением? Куда упора? Мель! Превязываемся обратно Я понимаю, что делать? Она не идёт вперёд, Вить! Мы сейчас хорошо стоим на мели Подожди, я берём, а ты сейчас как... Подожди, чтобы нас не развернуло только... Глуши! Глушить? Нет! Нейтраль! Ты удержишь? Нет! Надо найти, куда вас привязать! Какой? Где его взять? Этот? Да! Я кидаю сюда, Вить! Кидай меня! Я старалась! Ооо, блин! Почему? С винтом тоже проблема! А? С винтом тоже проблема! До дерева, думаешь, дотянем? Блин! 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 Замаскивай! Всё, отдыхаем! Залезь! Завтра буду смотреть, что с ментом. Это, кстати, можно сделать. Блин. Видите, надо флаг поднять. Белла, бери куртку папину, пожалуйста. Убери папину куртку, пожалуйста. Ты с кормой по лестнице опустишься сразу? Олег, сядь, пожалуйста. Вы взяли эти нырятельные маски? Не взяли, да? Нет, я не брала. Тебе хватило, Леной? Убери папину куртку. Белла, папа, пить. Белла, папа, пить. Я, угу. Пить, папа, пить. Пить, папа, пить. 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 Ребеновая водка? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok